отец дмитрий как мы напиши добрый вечер дорогие друзья добрый вечер всем кто присоединился к нашей сегодняшней встрече на портале православия в татарстане для тех кто только что присоединился к нашей беседе я хотел бы сообщить о том что мы находимся в одном из крупнейших киноцентров города казани только что вот сейчас сидим в такой полной тишине потому что мы посмотрели удивительную картину я не могу назвать это документальным фильмом я скорее бы назвал это житием да то есть вот пока я смотрел то что я смог посмотреть потому что здесь выходил заходил но то что я увидел у меня абсолютно ясно в моем сознании сложилось что это житие почему объясню дело в том что вот сегодня в этом зале собрались разные люди здесь есть семинаристы учащиеся казанской православной духовной семинарии причем не только юные молодые люди но и люди взрослые то есть у нас здесь и студенты очного отделения и студенты отделения дополнительного образования то есть это люди которые получают вечернее образование здесь же у нас есть православная молодежь это молодые люди активные которые входят в нашу молодежные движения здесь же есть люди которые являются зрителями православия в татарстане люди совершенно разные но я поймался на мысли что вчера например да и каждый день у нас в семинарии за трапезой читается жития святых иногда ловишься на мысли что чтец который читает но иногда может быть не в настроении иногда ну не вполне готовым к этому читает жития святых и ловишься на мысли что он читает просто текст а вот смысл этого чтения он до него не всегда доходит вот ну читает он и он златоуст вот вчера позавчера до читали и и ребята которые слушают это тоже не вполне понимают то что тоже что что там написано что что эти люди совершали эти подвиги и это кажется вот каким-то не относящимся к современности а вот сегодня мы увидели это мы увидели вот это обыденно обычную жизнь монахов который если переложить на бумагу стиле которым пишется житие это как раз будет житие которое читается и счастье наше заключается в том что сегодня нам посчастливилось поговорить пообщаться с одним из авторов этой картины протодиаконом отцом александром близко спасибо очень вам во первых за ваш труд за вашу работу потому что это действительно очень важное событие без исключения его только количество людей которые нам удалось собрать за весьма непродолжительное время говорит о том что этот фильм он действительно производит огромное впечатление мы вас сердечно благодарим за эти труды и просим вас рассказать об этой картине потому что еще раз мы с немножко общались до эфира я нарочно не читал ни отзывов ничего я я имею представление о чем этот фильм но совершенно пытался вот свое свое сложить свое впечатление и поэтому может быть наши вопросы будут казаться вам наивными вы наверняка на них отвечали уже много много раз но уж простите нас скажите пожалуйста я знаю что этот фильм вынашивался очень долго идея этого фильма и сам процесс был очень небыстрым расскажите вот об этом 13 лет насколько я я слышал ну 13 лет назад пришла идея этого фильма мою несчастную голову и съемки начались в 2015 году весной разрешение на съемки мы получили где-то в 2014 году весной начались они через год потому что действующие лица под которые я когда геронда все-таки ответил главный герофильм он первое действующее лицо монастыря когда он ответил согласием начало процесса он не давал согласия потому что он боялся что мы построим ему памятники сделаем с него как вы говорите святого сделаем с него идолом всю жизнь бегал от славы с другой стороны он был человеком который считал что очень много в современном описании житей святых отсутствует какая-либо человеческая сторона и у людей читающих жития святых такое впечатление что все эти люди не жили не среди них а ходили по небесам поэтому здесь тоже такой момент есть что вот то что вы сказали вначале что фильм совершенно дает такое реальное представление о том кто такие святые это скажем так тема самого главного героя и у него есть такая книга люди церкви которых я знал замечательный труд и она практически на 90 процентов состоит из образов которых не знал главный герой которых мы в своей жизни не замечаем крайне мере к своему несчастью я то есть мы даже добрый день не говорим потому что это люди какой-то вжигатель лампад храме уборщица храме какая-то несчастная женщина в деревне геронда раскрывает глубину их человеческих сердец и эта книга раскрывает его портрет очень глубоко потому что раскрывает его самого тринадцать лет назад когда я познакомился с этими людьми я практически через полгода проверил провел я мне полгода в 2006 году и меня через пару месяцев знакомства уже почти каждому монаху было какое-то наименование как и пчерской лавре преподобные один молчаливый другой кроткий третий не книжный четвертый книжный чудотворец и так далее послушливый и меня настолько поразила эта встреча и вот что появилась мысль через несколько лет это все запечатлеть с помощью книги даже у меня где-то потерялись невероятно были такие наброски образов этих монахов но даже когда я начал делиться в смс как тогда то мне сказали что это нужно писать но так получилось что я все-таки не смог это написать но появилась мысль фильма почему через кино кино очень глубоко зритель переживает героя и даже даже отрицательного героя зритель переживает иногда сочувствует этому герою в этом фильме вы сегодня наверное большинство из вас ощутили во время пострика что такое впечатление что вас самих постригает но по крайней мере каждый дал себе отчет готов ли он на это я сам впервые это глубоко пережил постриг несмотря на то что я в живую видел их где-то 50 и переживал но лучше всего я сам только через камеру пережил постриг насколько это прекрасно сами монахи они были первыми цензорами нашего фильма они говорили что первый зритель были были они это была вторая проекция в истории лихиара в трапезном монастыря показ фильма это люди которые не смотрят кино они живут прямом эфире в реальности это люди которые не записывают себя и не интересно не фотографироваться не записывать и не общается в живую вот как будто ваш дедушка в деревне у которого нет значит смартфона нет у него фотоаппарата которые зато когда к нему приезжаете вас встречают с таким сердцем большими глубокими искренним на что такого никогда в жизни вы больше не переживали и или дети которых нет гаджетов тоже они так радуются поэтому это люди реально живущие в реальности и начался процесс в 2015 году александр запорощенко режиссер и оператор фильма он же монтажер это мой друг мысли были уже знакомы и я видел его операторские работы и он подошел и говорит вот видишь на афон часто я знаю вижу что ты все время там а я проводил 2005 года в дыхе я ежегодно три месяца больше трех месяцев и и так до сегодняшнего дня милости божьей происходит четверть года я провожу там и он говорит я бы хотел на афоне снимать а он еще не был на афоне я ему говорю я тебе афон не могу предложить но вот уже полгода год уже как есть возможность снимать дыхе аре есть благословение а люди которые собирались это делать у которых были возможности был ресурс они почему-то передумали поэтому меня есть это благословение для съемок мне лично поэтому мы можем отправляться ничего же не надо переспрашивать и снимать и он конечно с большой кротостью к этому вопросу подошел он не хотел быть режиссером он со смирением к этому подошел и тоже это играло мне кажется огромную роль задачи которые были поставлены то как я себе представляю этот фильм они полностью выполнены все 200 процентов какие-то творческие расхождения у нас были но я себе дал слово что я не буду вмешиваться в какую-то палитру фильма творческую но скажем так всегда есть какие-то разночтения там продюсера и непосредственно режиссера но я все это оставлял за режиссером по крайней мере ничего не видел какого глобального чтобы нужно было туда совать свои руки потому что мы все ходим по тратяковке кому-то там нравится суриков или не нравится или кажется что где-то шишкин там чего-то перемудрил и наоборот но наше произведение там не не висят поэтому по умничать мы можем все но начался процесс 2015 года году и съемки длились четыре года было больше десяти экспедиций некоторые из них продолжались более двух месяцев и я мы жили съемочная группа была из двух человек практически самое сложное было александру запорощенку писать еще и звук отдельно дополнительно фиксировать и дописывать и так далее ну там звуки природы и так далее связи с темой была проведена огромная работа впоследствии с саунд дизайном фильма но и скажем так мы отправились как два человека одержимых идей и которым никто не поверил поэтому у нас не было бюджета у нас не было меценатов у нас сегодня нет на промо бюджета если честно у нас нет промо конторы и у наших прокатчиков нет ресурса потому что ну на самом деле это так потому что минута рекламы на телевидении стоит тысячу зрителей в общем это все но мы тем не менее находимся с самого начала процесса вот как фильме про шаги шла речь вот так и мы отправились доверием богу и потому что имели благословение разрешение старца на съемки нельзя было это но я понимал просто что старец уходит и если мы сейчас это не сделаем я никогда себе это не прощу и что был с ним знаком тогда уже на начало съемок 11 лет и мы отправились а когда мы отправились то бог начал посылать людей это как про шаги сделай пять шагов остальные за тебя сделает господь и на самом деле благодаря добрым людям и вам в том числе в каждый зритель кто приходит зал это член нашей команды мы очень рады на сегодняшний день что это народный проект что мы очень рады тому что во многих городах где не хотят видеть фильм а прокатчики наши тоже прекрасные люди которые прокатывают такие фильмы например кино как молитва андрея торповского сына торповского который в прокате 6 тысяч человек собрал всего-навсего это прокат ради 6 тысяч человек это это даже не компенсация своего труда это такие мизерные средства которые просто это даже нельзя оплатить офис где работают наши прокатчики но это но они тем не менее это делают ради света и ради культуры то есть замечательные прекрасные абсолютно потрясающие люди это константин нафиков и вот они такие фильмы которые лежат на полу а которые дистрибьюторы и прокатчики акулы бизнеса а вытирают ноги естественно не берут и нас тоже вот они берут такие фильмы и пытаются с людям принести и пытаются как-то изменить культурную ситуацию в стране это потрясающе молодые люди замечательные что касается самих съемок они были сложными в том смысле что александр запорощенко приехал с камерой а пришлось с первого же дня пришлось работать с бетоном с тачкой этот момент удивительно очень простите вас перебиваю потому что здесь вздох по залу прошел как раз вот на этой сцене когда видимо что экшн камеры снимал оператор везя перед собой толкая тачку с бетоном заливая в опалубку вот на строительстве и потом была вот эта сцена если я правильно понял там была ну драка наверное да то есть это была какая-то ссора относительно потасовки сейчас скажу а вот относительно момента с гоупро я его ругал и говорил александр ну и ругал и когда он приходил заспаном он пытался жить так же как и я в режиме монастыря вставать с монахами он там еще пытался даже правила монашеское выполнять но это совсем сложно утром он приходит не со светлыми глазами там после часа отдыха с заспанными я говорю слушай съемки страдают не надо ходить не на службы не на это но у нас были такие расхождения я ругался но какой-то момент я понял что фильм не имел бы той глубины если бы он то есть если ты не имел бы глубины если бы он не проходил их поприще если ты хочешь что-то подлинное сделать то ты должен быть в обстоятельствах твоего объекта или написать книгу или снимать что-либо я мы уверены мы абсолютно не ропчим насчет вот этих перечисленных сложностей что нам нас не было бюджета ни на промо ни на прокат ни на съемки фильма потому что уверены что те слова пренебрежение но уже заговорили про пренебрежение но вот господь тебе посылает обстоятельства и более того что мы находимся в тех обстоятельствах которых находятся монахи и подлинность картины она приобретает ту глубину которая любая внешняя красота никогда бы не ее не заменила поэтому с этими съемками работы ему тоже говорю бери камеру просто пытайся что-то словить а он очень часто пренебрегал этим одевал gopro и с ними работал но зато появилась глубина он так и считал он видел это но потасовка это была такая репка самым сложным моментом этой репки было избежать какого-либо позора для кого-то потому что мы тоже с одной стороны с самого начала понимали ту ответственность что у нас есть большая ответственность перед людьми которых мы снимаем и ответственность перед вами зрителями которые мы фильм показываем это честность искренность ответственность и максимальная ответственность чтобы никого не ранить никого не травмировать и здесь была длит heures что не относительно самих участников потасовки а что скажут их родители или их близкие или соседи родители если увидят их детей в этой потасовке на Святой Афонской горе. Можете себе представить. Но, вы знаете, так сложилось, милостью Божией, что вот этой ситуации позора ни для кого там нет, кого мы видим. И более, да, поэтому мы ее поставили. Это был такой первый вопрос. Второе, мы не сомневались, что нас попросят убрать эту сцену. Нас не попросил убрать Геранда, нас не попросил убрать тот человек, кто смотрел до братьев Геранда сказал посмотреть одному монаху, который имеет образование определенное, которому он доверяет, который полностью... Геранда уже не видел в это время, был очень слабым, когда был показ фильма. Он Геранде, как знаете, как дедушке в деревне, который не смотрел картину, но вы несколько часов ему рассказываете подробно, подробно. Он Геранде все это набросал, Геранде рассказал про весь фильм в подробностях этот монах. А затем еще смотрел за Мегумена и только потом братья смотрел. Так вот не было по поводу потасовки ни от кого замечаний. Ни от Геранда, ни от этого монаха. Но когда была проекция для братьев, я сказал Запорожнику, ну готовься, скорее всего. Сейчас братья начнет роптать и нас попросят убрать. И этого не произошло. Нас не попросили ничего менять. Они не соблазнились ничием. И когда мы на следующий день сами у них спрашивали, то они говорили о том, что так это было. Они документалисты оказались в своем глубоком понимании лучше нас. Они говорят, ну это же было, это так. Ну чего убирать? Нет, все нормально. У нас ничего не смущает. Конечно, относительно съемок, они говорили, что удивительно, насколько красивый монастырь, в котором мы живем. И мы его таким красивым очень часто и не видим. И вот это помогла камера, конечно. Помогает увидеть иногда со стороны какие-то вещи, которые мы не видим. Еще интересно в этот момент насчет начала фильма. Вот эта тема презрения, когда тобой брезгуют, когда тебе не придают значения. И то, что говорит Геронда, я дальше не хочу говорить, чтобы заинтересовать остальных, кто видит сейчас онлайн, чтобы они пришли в кино. Но то, что Геронда говорит о презрении, о том состоянии, когда тобой брезгуют, братья, несколько человек на следующий день подошли и сказали, ты знаешь, это, конечно, удивительно, то, что есть этот момент, потому что Геронда об этом никогда не говорит. А если где-то упоминал, то крайне-крайне редко. А как оказалось для меня лично, когда я услышал эти слова, я был именно там, это там и было, где они идут. То есть эти слова там и звучат. Где собака падает, где Марчелина его зовут, где он не может идти. И этого Марчелина, здесь целая жизнь. Марчелина я привез на фон в 2007 году, его подарила одна женщина, Геронда, он был щенком, я его вез с Киева, то есть это наш киевлянин. Ну, такая целая как бы эпоха, на самом деле, перед глазами моими проходят, целыми всем, Марчелина не идущий уже, Геронда, которого я застал, который еще не бегал, но ходил, бодро работал, и я уже вижу, что он не может сам передвигаться, и Марчелина не может передвигаться. Здесь как бы такая, за каждым кадром стоит целая жизнь. Но вот эти слова от произведения, я когда услышал их, я только тогда до конца понял, чем Геронда живет, и все его поступки, и его слова, и поведение. Это было его кредо жизни. Он с этим жил, он с этим боролся, и несмотря на то, что он говорит, что это прекрасно, как мы видим, звучит слово, что с ним не здороваются, и видим, что это не просто слова, а видим, что это до слез у него, то, что сплетничают, злословят, и гадости про него говорят. Видим, что он утешается творением Божьим, собачками. Они ему говорят, добрый день. То есть это все, несмотря на то, что он заявляет, что это прекрасно, мы видим, что это его боль, пронесенная через всю жизнь. И, конечно, поэтому фильм такой настоящий. Это замечательно, что наша камера сняла то, что через всю жизнь, это вот сейчас смотрит вся Россия, и весь мир, надеюсь, будет смотреть. Были планы насчет проката большие. Относительно, вы знаете, вот я сейчас до вопроса вашего расскажу еще такую вещь, которую... Я был в Петербурге в воскресенье, была у нас проекция в кинотеатре Роднина в связи с тем, что я не был на премьере. В воскресенье был праздник скоропослушницы, и главная реликвия там в монастырях, Дахиар. И там, когда-то мы привозили икону на подворье Каневецкого монастыря в Санкт-Петербурге, монахи Дахиара привезли пресс-список, и мы, значит, сделали такой праздник, сделали такой показ, и, в милости Божьей, я приехал. И я вот за час до показа подумал, ну что говорить, опять повторяется то, что я говорил в Москве или в Киеве, ну как-то неинтересно. Потом думаю, а зачем еще санкт-петербургцам смотреть этот фильм? Зачем России смотреть этот фильм? Какое мы имеем моральное право вообще продвигать этот фильм и предлагать зрителю такую наглость заявлять, что им необходим этот фильм, документальный фильм, где-то отдал. И за час до фильма эти все мысли прямо как раз начали сыпаться на мой ум, на мою голову. И я, пожалуй, до выхода на сцену еще не знал, чем я закончил. Но просто я, и, конечно, я могу сказать, и я там это и сказал, ответ так же пришел в мою голову, как и вопрос. Потому что это все подлинно. А то, что подлинно, и то, что подлинно в человеческом сердце, оно не имеет границ. Никаких. Поэтому из-за подлинности такой настоящей, из-за того, что это человеческое переживание человеческого сердца, именно поэтому фильм заходит так глубоко в сердце, и он не имеет границ ни религиозных, ни конфессиональных, ни национальных, ни политических. То есть он, на самом деле, фильм воспринимает все люди, все люди, кто, и как я говорил уже много раз, каждый человек может воспринять, независимо от всех этих перечисленных факторов, кто родился на этот планет у Земля, потому что с каждым человеческим сердцем разговаривает Господь Бог, Творец, с каждым он работает, каждое сердце он любит, но есть один только момент, его может смотреть каждый, кто готов бесстрашно посмотреть самому, самого себя, и не отворачивать глаза от другого, от того, кто находится рядом. Спасибо очень. Я должен еще сказать, что вместе с нами здесь присутствует наш первый проректор Казанской православной духовной семинарии, протеерей Алексий Калчерин, и я хотел бы попросить его сказать несколько слов, поделиться своими впечатлениями об этой картине очень быстро. С большой радостью, с большой радостью. Добрый день, отец Александр. Я хотел бы во-первых, поблагодарить создателей фильма, лично вас, поблагодарить всех пришедших сегодня, студентов, семинарии и жителей города Казани. Впечатлений очень много, я действительно очень рад, что прошел сегодня посмотреть, потому что со временем сложно, вечернее время, но очень много впечатлений. Я бы сказал вам спасибо за то, что вы нам открыли совершенно неизвестный, наверное, большинству присутствующих здесь мир, мир Святой Горы. То есть, я думаю, большинство из нас никогда не было там и не будет, возможно. Вы очень счастливый человек, что так много времени проводите в Дахиаре и знакомы с этими людьми лично, и как бы тоже несете в себе что ли отпечаток из этого знакомства. Это действительно совершенно другой мир. Они живут как будто бы по другим законам. Вот сейчас здесь в кинотеатре мы этим прониклись, выйдем за стены, у нас будет снова какая-то суета, беготня, а там живут люди, у них нет понятия календаря, в светском понимании, в гражданском, в церковном то есть, они живут от праздника до праздника. У них нет понятия, что нужно что-то успеть в таком тоже суетливом нашем понимании. Понятно, что у каждого свое послушание, они трудятся, спят совсем понемногу. Эти послушания на Афоне они удивительные, ведь митрополит Ануфрий очень часто говорит, что он посещая Святую Гору, любит и посуду там помыть, остаться. То есть это послушание в монастыре это счастье само по себе и для митрополита, и для мирянина, и для священника. Это, конечно, вот очень спасибо, что мы этот мир открыли, но и мир богослужения. Богослужение на Святой Горе это действительно совершенно непривычное для нас. Мы все торопимся, все спешим, нам быстрее будет служить и бежать дальше по своим делам. А там богослужение это центр жизни, центр вот этого мира, от этого дня прожитого, недели прожитой. Поэтому, конечно, очень ну вот появилось такое очень сильное желание личности этим миром соприкоснуться. Не знаю, как вот Господь исподобит кого-то из нас, но действительно это очень серьезное, очень такое вот очень важное окно, которое вы нам приоткрыли. Вот за это, я думаю, надо сказать вам огромное-огромное спасибо. Ну и собственно, действительно, вы показываете монастырь таким, какой он есть, ничего не скрывая, ничего не приукрашивая. И я думаю, что вот этот вот живой образ, он очень хорошо отложился, зашел, как вы говорите, вот в разум, в душу каждого из нас. Надеюсь, что действительно вот такие фильмы умные, они будут востребованы, потому что если мы живем ради потребления, ради какого-то сиюминутного, что ли, удовольствия, то мы постепенно портимся, все хуже и хуже становимся. Поэтому я бы попросил вас делать еще такие интересные умные фильмы и впредь. Вот это спасибо с Господи. Спасибо большое, отец Алексей. Отче, я хотел для наших зрителей сказать, дело в том, что администрация кинотеатра любезно дала нам возможность вот именно здесь встретиться прямо сразу после просмотра, чтобы впечатления были еще яркие. И я уверен, что у нас у многих есть вопросы к отцу Александру, которые можно задать. Но хочу напомнить для наших зрителей, что наша трансляция сейчас идет на портале Православия в Татарстане. И там в комментариях можно оставлять вопросы. Мы их перешлем отцу Александру с надеждой, что он найдет возможность на них ответить и пообщаться. Потому что я уверен, что люди будут задавать эти вопросы. И главный из них, который я хотел бы задать, наверное, интересует всех. Будет ли продолжение такой работы? Потому что понятно, что здесь нужно еще, еще и еще. Потому что такие картины, они вот буквально за час-двадцать минут переворачивают у многих сознание. По крайней мере, производят такое впечатление очень сильное и глубокое. во-первых, хотелось бы поблагодарить вашу дирекцию кинотеатра. И вот для всех, кто нас слышит и в Татарстане сейчас, и во всей России услышит, и вот кто сидит в зале, низкий поклон до земли бью челом дирекции кинотеатра, потому что крайне сложно не просто упросить поставить фильм. И это зависит от дирекции кинотеатра. Они берут фильм или не берут. И то, что в Благовещенске показывался фильм больше трех недель, может, и час четвертый показывается, у нас тут тоже в маленьких городах, это все зависит от дирекции кинотеатра, от того, как они смотрят, что будет, каким светлым будет ли наше дальнейшее существование в этой стране. а то, что дают эфир вот так после фильма, ну, это на пальцах одной руки за два с половиной месяца, если честно. То есть, вот Казань, вот дирекция вашего кинотеатра, они просто невероятные, просто не то, что молодцы, они великие люди на самом деле, потому что такой эфир после вот так дать в зале поговорить, я вот вам, как уже специалист в этом вопросе, это крайне сложно и никто навстречу в этом вопросе не идет. Это первое. Второе, мы работаем сейчас над картиной, мы не ищем, мы уходим целиком и полностью от того, чтобы найти какой-то предмет для съемок. Относительно Афона у нас есть мысли и желание еще сделать фильм и еще с афонской темой, но следующий фильм, если его даст Бог в течение года закончить, он тоже снимается Александру Запорощенко на протяжении уже многих лет. и мы вот так же надеемся эту картину завершить, но она не о монахах и даже не о мужчинах. Но в любом случае мы ждем продолжения. Это наша она о том, не знаю, она, конечно, не о маме, но она о тех священных существах, которых мы называем женами, мамами, она о женщинах. Но здесь отец Алексей, благодарю вас за прекрасные слова. Конечно, афон прекрасен, но каждое человеческое сердце, я, знаете, конечно, крайне мало, 25 тысяч человек за два с половиной месяца в России, но это просто катастрофа. То, что фильм неинтересен, то, что о фильме не знает, ну как неинтересен, неинтересен. Но вот у нас на Крестной Гудске сходится 100 тысяч человек на Владимира. Конечно, сейчас нужно учитывать эту ситуацию с пандемией, но тем не менее пробиться сложно, крайне сложно пробиться через, во-первых, не привыкли, что может быть что-то, какой-то фильм с православной тематикой может быть настолько ярким, с одной стороны. С другой стороны, люди все ждут в интернете, не хотят встречаться, не понимают того общения чеческих сердец, который как в храме происходит, так же он и происходит в кинотеатре. То, что вы сидели рядом все вместе в одной теме были, мы просто не совсем это осознаем, но это такая же ситуация, как молитва в храме. Человеческие сердца наши вместе с вами общаются. Но, вы знаете, несмотря на ту всю печаль, что у нас так мало пока спрос, я с большим как бы сферой смотрю будущее, потому что, когда люди с Краснодара, где карантинные меры, закрытые кинотеатры, едут 300 километров в Ростов посмотреть фильм «Где ты, Адам?», или с Ижевска едут набережные Челны 200 километров, или две семьи прилетают на премьеру в Москве, две семьи на самолете с Среднего Урала. Я таких прецедентов не знаю нигде. Я даже не помню, и наши прокатчики говорят, чтобы были прецеденты, чтобы люди собирались. Вот сейчас Россош, город называется, впервые слышат, они организовали три дня показов у них будет. Это все инициатива людей города. Я не помню прецедента, и для меня крайне важно было именно такой народный проект. Я очень рад, что у нас не было бюджета, что у нас не было бюджета на рекламу, что это люди хотят, и люди говорят, что нам нужен свет, нам нужен такой продукт, такой фильм, и мы хотим такой фильм. Есть спрос на духовность, есть спрос на религиозность, есть спрос на культуру, есть спрос на свет и добро. Вот для меня это крайне важно. Поэтому всех вас, дорогие, очень сердечно, от всей души обнимаю и благодарю. И батюшек, и всех, кто сидит в этом зале, кто нас слушает. И это все вместе с нами одно личное дело. Мы здесь, честно скажу, мы не искали и не ищем в дальнейшем проекте. Он такой же будет настоящий и подлинный, как и этот, потому что он о настоящих людях. Мы никак не пытались реализоваться в кино или найти, или как-то реализоваться, или осуществиться, там как-то самоутвердиться, как и в дальнейшем нашем фильме. Нет, мы будем этого делать. Мы это не относим лично к себе. Если бы нас фильмы снимали, то, конечно же, тогда бы, наверное, было по-другому. А так, конечно, мы рады, что все мы вместе с вами делаем одно дело. Спасибо огромное, отец Александр. Мы вас благодарим за ваш труд, за эту возможность погрузиться в самих себя, в эту возможность очиститься, подумать о себе, о своей жизни. Сердечно вас благодарим, просим помощи Божией на все ваши дела. Спасибо вам огромное. Мы, к сожалению, вынуждены завершать наш эфир. Все вопросы есть? Да, да, сейчас я прям одну минуточку. Все вопросы мы собрали аккуратнейшим образом внизу в отзывах православия в Татарстане. Я надеюсь, что это наше с вами начало большой дружбы. Вы в любом случае всегда найдете друзей в Казани. Приезжайте, если будет такая возможность. И я думаю, мы постараемся еще организовать просмотры здесь, потому что, уверяю вас, здесь, в Казани, мне говорили даже в кинотеатре, что на те показы, которые были, мест свободных не было. То есть, вот здесь сейчас максимум людей по нынешним правилам, которые позволительные находятся в зале. Так что, я думаю, что это действительно востребованный фильм, востребованная картина, и мы будем еще ее транслировать и собирать людей. Вот, спасибо. Вам слово. Ой. От всей души, от всего сердца благодарю. Прошу всех не молчать, кто как может. Но именно, не просто в комментариях на православие в Татарстане, а именно в своих аккаунтах, независимо, сколько у вас подписчиков, два или три человека, это не имеет никакого значения. Разместите ли вы постеры фильма или напишите два слова от своего сердца, это будет очень большой поддержкой и фильму, и тому, что нас дальше ждет с вами впереди и так далее. Это огромное будет именно в своих соцсетях, в своих аккаунтах. Главное, не молчать. Не молчать. А вам всем желаю здоровья и от всей души готовы отвечать и готовы набить дружбу. Мое сердце открыто. Всем вам, дорогие друзья. Спасибо вам большое. Храни Господь. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем, кто был с нами.